это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут полотон беседен добрый вечер 1 мая 1924 года в селе овсянка енисейской губернии родился большой советский русский писатель виктор петрович астафьев человек которому советский союз многое дал но и многое отнял писатель чьи отношения с государством стали иллюстрации в общем то классического сюжета несогласия творца с любой властью впрочем при этом данный творец вполне себе был обласкан властью виктор петрович астафьев был на секундочку лауреатом пяти государственных премий был удостоен звания героя социалистического труда в общем грех жаловаться но он жаловался еще как жаловался вся 77-летняя жизнь астафьева это путь разочарования в обществе мире людях путь излома и неудовлетворенности на хотя казалось бы множество прижизненных званий и наград вообще жизнь астафьева она конечно двойственна и может трактоваться по-разному собственно так оно и происходит одни уверенно называют его предателем а другие считают голосом совестью и честью русского народа беда в том что и то и другое самому астафьева имеет достаточно посредственное отдаленное отношение но тогда как трактовать его жизнь давайте разбираться с одной стороны виктор петрович принадлежал к поколению которому советский союз дал признание статус славу с другой эта же страна если верить позднему астафьева принесла ему и народу слишком много боли и под конец жизни виктор петрович что называется поквитался с ней много говорил много критиковал да его ставят в один ряд с другим как то говорится антисоветчиком солженицыным да часто в списке предателей родины у определенной группы населения они оставь его и солженицын идут рядом насколько это справедливо что еще более парадоксально то что при фактически прижизненном статусе классика виктор петрович астафьев его творчество в общем то не было прочитано и он к слову не классифицирован ну отнести его к лейтенантской прозе куда он что называется просится прозе бондарева курочкина некрасова бакланова конечно его отнести нельзя астафьев стоит могучим таким особняком вообще если говорить что художник это свой мир то вот астафьевский мир он колоссален и он не поддается никаким классификациям и вместе с тем свою как ему казалось главную вещь проклятые убиты он пишет и издает только в 90-х то есть на излете своей жизни роман шумит роман полыхает роман взрывает но трагедия то в том что его никто толком и не прочитал его воспринимают сквозь призму политических событий политического контекста и так собственно интерпретирует в качестве политической агитки жизнь вообще была сурова к астафьеву на первый взгляд конечно он принадлежит поколению славному поколению состоявшихся людей из глухих деревень тех кто своей жизнью своей судьбой проиллюстрировал выражение советская мечта они их слова советской мечте известно куда меньше чем например а мечте американской широко разрекламированы и инкорпорированы прежде всего через голливуд сознание миллиардов людей однако друзья как еще назвать судьбу тех кто родился в нищете родился в глухомане а после благодаря труду упорству таланту ну и конечно благодаря удаче обстоятельствам добился мировой известности был ли где-то еще у кого-то еще в какой-либо стране вот такой мощнейший шанс прославиться состояться ведь виктор астафьев родился в крошечной деревеньке а умер в статусе русского классика умер в статусе человека с международной известностью таким вот воплотившим советскую мечту можно отнести например в инженерном деле михаила калашникова да он родился в сибирском селе курья ну а в политике например андрей андреевич громыко который появился на свет в деревеньке на белорусской окраине и замечу что это не частные случаи примеры я могу перечислять долго 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 нет таких случаев были сотня а может быть и тысячи ну а после оставшего к примеру опять же мы можем назвать другого уроженца провинциальной сибири василия макаровича шукшина из деревни сростки ну что называется и так далее и так далее и так далее однако при всем этом столь рано судьба жизнь ударила больно под дыха ставь его для его старшие сестры умерли еще в младенчестве но отца которого виктор петрович запомнил как балагура весельчака рано женившегося не стало когда виктору было пять лет причем судьба страшно петр павлович был осужден за вредительство а матери не стало через два года когда виктору петровичу было семь лет лидия линично утонула венесе страшные совершенно страшные удары судьбы уже в раннем детстве рано осиротел потом где дома скитался и так далее и честно сказать раны эти не заросли со временем у оставь его наоборот они нарывали нагнаевались вот отсюда рождается образ образ родной бабушки которая становится ближе чем родители вот именно такой любви с пронзительной теплотой с какой-то обжигающей искренностью виктор петрович пишет в одном из своих лучших произведений последний поклон вообще это потрясающий обязательный на мой взгляд прочтению текст это подлинно русское слово русское слово которое спасает которое оберегает всех нас от перетурбации жизни от неурядиц проблем если угодно вода меняется жизнь пишет там астафьев ходят режимы даже фашизм ушел а скромный шкафчик задернутый сицевыми шторками остается вот она странная очень точно подмеченное торжество вечность повесть последний поклон написано в конце 60-х ну на рубеже 60-х и 70-х чуть позднее в середине 70-х написано замечательная повесть царь рыба чему это говорю так тому что своего пика своего пика астафьев как писатель как величина до достиг именно в 70-х годах трагедия в том что именно там он как писатель во многом и остался дата была искренняя подчеркиваю обжигающая искренняя проза там нет ничего лишнего кота выглаженного причесанного но не знаю позволю себе такой образ это знаете как русская рубаха накинутая на обнаженное тело астафьев действительно пишет очень дерзко сильно широко а потом что происходит потом виктор петрович видит как рушится его страна более того он сам принимает в этом деятельное участие чего уж скрывать много критикуют много высказывается в октябре 1990 года подписывает то самое римское обращение где советская интеллигенция уж простите за это словосочетание являет миру набор штампов вроде необходимости отказа от имперского тоталитарного мышления это не мои это их формулировки ну очевидно как следует из названия что данное обращение создавалось в итальянской столице на форуме собранном небезызвестным джорджем soros среди подписантов там значатся ну например дмитрий лихачев иосиф броски чингис айтматов и прочее 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 а вот спустя три года виктор петрович подписывает еще один печально известный документ это так называемое письмо 42 позднее кстати письмо это цитируется как раздавите гадину под таким названием то письмо в поддержку президента бориса ельцина и фактически расстрела белого дома так вот позднее юрий кублановский наш замечательный поэт скажет что оставь и вроде как и не подписывала не случайно его подпись там самом низу последний стоит не по алфавиту но на самом деле как-то очень точно заметил алексей калабродов скорее свидетельство того что составь его вели очень долгие муторный переговор и вот замечу для сравнения до что например лицо лейтенантская проза которым я говорил да юрий бондарев это письмо подписывать не стал наоборот он выступил на другой стороне как и валентин распутин как и василий белов ну а в 1995 году виктор астафьев публикует так ему казалось свой главный труд это неоконченный роман прокляты и убиты роман который как нам сообщили тогда явил как бы всю правду войны на самом деле довольно странная формулировка ведь разве до этого не явили нам правду войны например такие тексты как в окопах сталинграда виктора некрасова горячий снег того же бондарева или текст о котором говорят незаслуженно мало гениальный на мой взгляд текст господи это мы константина воробьев конечно проклятые убиты монументальный текст текста войне с такими библейскими мотивами текст написанный мастером безусловно но мастером на излете таланта и жизни мастером озлобившимся в чем-то даже растерянным и разочарованным во всем и вот это разочарование вот это злоба если угодно рождает вовсе не желание поиска высшей правды не желание божьего откровения там много слов о необходимости православной веры о том что как пел летов нет атеистов в окопах под огнем о том что там на войне и коммунисты и пионеры и комсомольцы все вспоминают боженьку и просят его там превалирует сожалению вот это злоба и вот это разочарованность да если отбросить если отбросить все это около политическую шелуху топ действительно можно увидеть то о чем говорит оставь что войну выигрывают не генерала не пропагандисты простые солдаты да если это отбросить и оставь их не случайно говорит что пытался написать правдивый текст но беда в том что отбросить то не получается особенно после всего того что он наговорил в интервью в теле и газетных интервью вот так перед нами предстает человек который под конец жизни похоже разочаровался во всем человек который искал вовсе не божьей любви не смирения скорее отмщения в чем-то даже он жаждал расправы не только над своими врагами но и над самой жизнью той жизнью которая принесла ему такие страдания и вот тут уже наш выбор каким мы запомним виктора петровича оставь его человеком разочарованным злым подписывающим странные чего уж скрывать предательские письма или настоящим русским мужчиной фронтовиком закончившим войну простым рядовым большим писателем создавшим действительно сильнейшее русское слово до выбор за нами каким мы запомним виктора петровича оставь его большого художника и вероятно еще большего мизантропа это была программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя своих близких и помните жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения любви и терпения